всем привет привет кто присоединяется напишите как видно как слышно сейчас я немножко поправлю сегодня у нас будет эфир о седине седых волосах о проблемах с волосами собственно этот эфир идет в догонку к моему посту который я сделала вчера так надеюсь что хорошо видно слышно напишите мне пожалуйста подтвердите потому что у меня здесь не очень хороший интернет и я немножко переживаю как пройдет эфир так всем добрый вечер да так так ну надеюсь что слышно да хорошо смотрите этот эфир я делаю как объяснение объяснение к вчерашнему посту вчера я поделилась историей девушки которая с помощью применения medical medium инструментов смогла избавиться от седины и восстановить свой натуральный цвет волос эта история похожа на чудо да это такой вопрос который в которой очень сложно поверить я бы не делилась этой историей если бы не знала что это может быть правдой это действительно происходит этому есть подтверждение я у себя тоже видела отдельные конечно пока что только отдельная волоска волоски которые восстановили свой цвет то есть волос был седым но потом он стал расти цветным и таких подтверждения получила несколько мне писали лично девушки которые уже долгое время пользуются инструментами medical medium и они тоже заметили что состояние волос цвет волосы меняется то есть это возможно вот поэтому конечно же я получила массу вопросов там массу комментариев которые хочу сейчас в этом небольшом эфире отдельно обсудить и объяснить во первых как такое возможно во вторых что нужно делать чтобы справиться с сединой чтобы предотвратить седину и чтобы убрать ее если да есть такое желание поэтому этот эфир будет посвящен этой теме если у вас будут вопросы пишите я надеюсь что мы их тоже сегодня разберем сейчас я посмотрю о вот дина здесь как раз на эфире и пишет что да это работает да дина как раз тоже убедилась в этом на своем опыте добрый вечер или утро из нью-йорка всем добрый вечер доброе утро у кого что у меня ранний вечер у нас сейчас пять вечеров на тенерифе я сейчас на тенерифе я знаю что в россии уже достаточно поздно поэтому всем всем привет так супер видно и супер слышно отлично ну все прекрасно я уже 7 лет делаю медикамиде у меня меньше седых волос вот здорово здорово что вы пишете потому что я знаю что это так и есть вот и чтобы объяснить так как это работает и чтобы у вас сложилось понимание что нужно делать как поддерживать свой организм я делаю этот эфир так сейчас я посмотрю какие пометки сделала давайте вернусь к этой истории до которая поделилась если вдруг кто-то не читал этот пост вы просто после эфира зайдете и посмотрите я вчера опубликовала эту историю эта история девушки которая уже более десяти лет на medical medium и в последние два года она концентрировалась на применение инструментов для восстановления цвета волос потому что у нее стала появляться седина она концентрировалась на у поддержки укрепления надпочечников печени и лимфатической системы и до спустя два года методичного применения этих инструментов седина прошла собственно это суть истории то есть ей понадобилось два года на то чтобы проработать именно этот вопрос хотя в целом она уже долгое время на medical medium я не знаю всех деталей и истории всех нюансов ее здоровье поэтому естественно эта история просто как пример чтобы оттолкнуться от нее и обсудить эту тему вот значит почему возникает седина да давайте сразу объясню почему возникает седина по какой причине седина у женщин давайте разбирать только женский вопрос потому что в любом случае до мужчины и женщины во многом естественно устроены одинаково но тем не менее есть отличия есть небольшие отличия и что касается особенно волос облысения да вот в мужском и женском есть небольшие отличия поэтому я сейчас буду говорить про женщин в основном проблема с сединой у женщин в основном связано с состоянием надпочечников и печени то есть это если у вас есть проблема до среди но и ранее седина или просто активная седина и другие проблемы с волосами сюда тоже относятся то есть выпадение волос изменения структуры волос плохой рост волос да все это связано одной большой причиной это состояние надпочечников и печени когда надпочечники ослаблены есть такой термин уставшие надпочечники разбалансированы то есть когда есть какие-то проблемы с надпочечниками возможны проблемы с волосами они не обязательно будут но они возможны то есть если у вас есть проблема с волосами это уже подсказка что надпочечники требуют внимание к себе до внимания и заботы печень всегда стоит во главе но практически всех вопросов со здоровьем и она связана естественно с работой других органов тоже плюс печень отвечает за усвоение полезных веществ за хранение всех полезных веществ и за их распределения то есть все витамины все минералы все какие-то уникальные компоненты которые мы получаем из пищи в любом случае проходят через печень она отвечает за то как будут усваиваться эти вещества как они будут храниться сможет ли вообще печень их хранить и распределять то есть она занимается распределением потом этих веществ на нужды нашего организма поэтому логично что когда печень перегружена вялая когда она вынуждена заниматься другими вопросами например спасать вашу жизнь от каких-то опасных токсичных субстанций от вирусов до от опасных бактерий так далее бывает так что другие функции менее приоритетные проседают и печень просто не справляется со всеми своими задачами у большинства людей сейчас печень перегружена перегруженной работает не в полную силу далеко не в полную силу она даже с рождения у многих людей работает от силы на 60 70 процентов сейчас потому что мы очень перегружены самыми разными токсичными веществами мы сталкиваемся с ними каждый день они только накапливаются в нашем организме если нет ничего не делать если не проводить качественное очищение естественно все органы перегружаются быстрее вот поэтому вот эти два фактора да очень важно для себя понять и здесь еще важно понимать что вот эти причины почему да почему перегружается печень и надпочечники у разных людей все равно будут немножко разные то есть они в общем то я сейчас вам их назову да но актуальность каких-то отдельных вопросов для разных людей будет разное например до печень из-за чего перегружается печень из-за различных вирусов из-за вирусных бактериальных инфекций которые есть у каждого человека ну конечно у кого-то их больше у кого-то меньше да из-за токсичных веществ из-за тяжелых металлов из-за токсичных ароматов из-за пестицидов из-за пищевой химии и так далее то есть опять же у кого-то больше у кого-то меньше с рождения кто-то больше кто-то меньше сталкивается с этим в своей жизни то есть вот эти факторы будут все равно отличаться от человека к человеку вот и из-за большого количества жиров рационе то есть печень перегружается когда мы едим много жиров и тут тоже да разные люди по-разному питаются но в целом в среднем рацион большинства людей сейчас имеет такую тенденцию содержать много жиров и это создает много проблем не только с волосами на самом деле да много проблем со здоровьем вот но это я перечислила опять-таки да вот эти пункты чтобы у вас было понимание что влияет на состояние печени а надпочечники ослабевают тоже из-за нескольких факторов и бывает так что у одного человека доминирует какой-то один фактор а у другого будет сочетание сразу нескольких факторов да и так далее надпочечники точно так же как и печень перегружается из-за различных вирусных инфекций то есть если у вас есть вирусные инфекции в организме будь то хронические или острые это уже воздействует на надпочечники то есть если у вас есть вирусы герапевтического семейства они есть у каждого человека просто у кого-то больше у кого-то меньше у кого-то более ярко выраженные агрессивные у кого-то вялотекущие незаметные это всегда влияет на здоровье надпочечников в последние годы это особенно актуально потому что новые вирусы естественно более распространенные вирусы гриппа ковид да это те вирусы которые агрессивно воздействует именно на надпочечники поэтому поэтому так много женщин в последние два-три года начали сталкиваться с проблемами связанными с волосами с выпадением волос это тоже сюда же вот к состоянию надпочечников поэтому это один пункт жиры опять-таки тоже еще один фактор потому что большое количество жиров истощает надпочечников когда вы едите истощает надпочечники когда вы едите много жиров это стимулирует надпочечники выделять больше адреналина чем больше адреналина выделяют надпочечники тем быстрее заканчивается их внутренний ресурс да поэтому они быстрее ослабевают Вот, дальше тоже такая, вообще отдельная большая проблема, это кофеин, потому что это тоже очень быстро истощает надпочечники, а многие женщины годами сидят на кофеине, это кофе, это чай черный или зеленый, это мачо, это какао, это шоколад, плюс кофеин содержит абсолютно все медикаменты, то есть мы так или иначе сталкивались с кофеином в своей жизни, кто-то больше, кто-то меньше, но это проблема, да, сейчас очень многие страдают от недостатка энергии и думают, что кофеин их поддержит в этом вопросе, но, к сожалению, да, это такое временное решение, которое впоследствии в любом случае скажется на многих вопросах, и волосы, это один из примеров. Поэтому и седина, да, и другие проблемы с волосами могут развиваться у самых разных женщин в самом разном состоянии, да, то есть у кого-то после острой вирусной инфекции, у кого-то после, может быть, десятилетнего употребления кофеина, у кого-то после радиации, радиация тоже очень сильно влияет на то, как будут чувствовать себя ваши волосы. Радиация – это что? Это авиаперелеты, это рентгены, это различные процедуры радиологические, поэтому мы с этим тоже сталкиваемся очень-очень часто. У кого-то это все накапливается, суммируется, да, у кого-то доминирует что-то одно, поэтому вот эти моменты тоже нужно учитывать. И еще для женщин очень немаловажный фактор – это рождение детей, потому что роды – это очень такой, да, масштабный, грандиозный процесс для женского организма, и это всегда сопровождается большим выплеском адреналина, а значит надпочечники очень сильно ослабевают после родов. Именно поэтому женщины после рождения детей вскоре, через несколько месяцев часто замечают, что волосы выпадают сильнее, то есть это неизбежно. Вот, поэтому вот эти, да, моменты важно понимать, а значит, да, что нужно, что нужно организму, чтобы справиться с этой проблемой, будь то выпадение волос или седина, да, нужно восстановить работу печени и нужно восстановить работу надпочечников, то есть нужно их укрепить, нужно укрепить эти органы, нужно поддерживать их здоровое состояние, да, заботиться о них, то есть это в любом случае задача ни одного дня, нет никаких волшебных каких-то инструментов, да, чтобы взял и все резко наладилось. Поэтому и историю этой девушки я показала, потому что она применяет medical medium инструменты уже более 10 лет, да, конкретно над вопросом предотвращения и избавления от седины она работала 2 года, да, это процесс, это большой процесс, это путь, который состоит из маленьких шагов каждый день, поэтому, но опять-таки это комплексное, комплексное решение, да, вопроса, это всегда комплексная поддержка всего организма и плюс нужно учитывать те факторы, с которыми столкнулись именно вы, да, состояние здоровья, которое актуально именно для вас. Вот, так, сейчас я посмотрю вопросы, насколько вам понятно то, о чем я сейчас рассказала и дальше я продолжу. Вот Дина пишет, интересно, так ведь можно вообще потом не сидеть, главное соблюдать основные принципы. Я надеюсь, что это правда, да, я надеюсь, что так действительно можно, просто я реально оцениваю тот мир, в котором мы живем, да, и состояние людей, вот, свое состояние, да, в котором, состояние, в котором мы находимся, потому что люди уже очень сильно ослаблены, и особенно женщины, то есть на нас так много всего ложится, да, и вирусная нагрузка на нас воздействует обычно хуже, потому что наш иммунитет вот такой нестабильный, да, в течение месяца у нас очень много спадов иммунитета, именно поэтому у вирусов больше возможностей проявлять себя, да, тревожит нас своими симптомами и так далее. Плюс стресс, да, я еще стрессовый фактор не обозначила, но я думаю, это и так понятно, то есть стресс и хронический, и острый, конечно же, напрямую влияет на состояние надпочечников, поэтому очень много моментов, очень много факторов. Это все нужно так трезво оценивать, то есть если это все в вашей жизни было и есть, то, конечно же, на восстановление может уйти больше времени, и для качественного восстановления может понадобиться больше усилий, то есть логично, да, логично, что все взаимосвязано. Так, надпочечники, так и знала, что седые волосы от нервов. Да, но не только от нервов, да, я надеюсь, что вы уже поняли, не только от нервов. Нервы, да, тоже, то есть стресс, во время стресса выделяется адреналин, опять-таки взаимосвязь та же, да, чем больше адреналина выделяется, тем быстрее ослабевают надпочечники. Плюс адреналин агрессивно воздействует на остальные системы, на ту же печень. Печень нас защищает от этого адреналина, потому что он очень агрессивный, это как самая сильная кислота, и он разрушает внутренние органы. Поэтому печень вынуждена впитывать в себя этот адреналин, чтобы спасти другие органы, и это значит, что она опять-таки уводит энергию от каких-то других задач вот на эту задачу, да, чтобы защитить, спасти вашу жизнь и так далее. Поэтому, поэтому все так сложно и запутано, и взаимосвязано в том числе, да. Так, сейчас я смотрю дальше. Вот, тоже вы пишете, что врачи-нутрициологи рекомендовали белково-жировой завтрак, топленое и другие масла использовать. Это проблема, это проблема. Этот тренд, да, высокожировой очень активно развит, он набирает обороты, но он не направлен на здоровье. Вот, сложно, да, сложно разобраться в этой разной информации, поэтому я обращаю внимание всегда на медикал-медиум информацию, потому что она не противоречит сама себе. В медикал-медиум вы можете найти объяснение тому, почему вы болеете, а также подсказки и конкретные рабочие инструменты, которые помогут вам поработать с причиной болезни, то есть снизить вирусную инфекцию, снизить токсическую нагрузку, восстановить печень, восстановить и укрепить надпочечники и так далее. Правильно, да, провести детокс и так далее. Так, благодаря медикал-медиум избавилась от кофе, чая черного с молоком, от шоколада, остальное уже не ела, не пила. А вот это благодаря медикал-медиум и Антонию Уильяму. Да, очень очевидно, почему не стоит это употреблять. Да-да-да, конечно, с помощью медикал-медиум информации у нас много подсказок и много инструментов поддержки себя. Так, понятно, что делать-то? Так вот, что делать? Я сказала, да, восстанавливать и укреплять печень, восстанавливать и укреплять надпочечники. У каждого человека будет своя ситуация, потому что факторы, да, у каждого свои, плюс состояние других систем, других органов тоже у всех разное. Ведь, скорее всего, вас волнует не только седина. Если разобраться, то помимо седины у каждого будет свой набор симптомов, которые тоже есть. Мы не можем их игнорировать. Я понимаю, что для женщин вопрос седых волос очень болезненный и острый, или, да, вопрос выпадения волос. Но, тем не менее, я уверена, что есть и другие симптомы, на которые, возможно, вы либо закрываете глаза, либо они пока не вышли на первый план, да, они не сильно вас беспокоят. Но оценивать свое состояние нужно в комплексе. Во вчерашнем посте я сказала, что и восстановление печени, и восстановление надпочечников – это часть антивирусного medical medium протокола. Поэтому каждому человеку на самом деле нужно освоить, что значит этот протокол. Многие боятся слова протокол или не понимают, что это значит. Можно назвать это другими словами – программа, да, план. То есть это комплекс действий, это план действий, это ваша личная программа по снижению вирусной и токсической нагрузки в организме. Потому что антивирусный протокол включает в себя все эти пункты. Потому что мы имеем дело не только с вирусами, да. Вирусам для того, чтобы быть активными, нужна какая-то пища. И это часто различные токсины. То есть различные токсичные субстанции, такие как тяжелые металлы и прочие химикаты, подпитывают вирусные инфекции в организме. То есть все взаимосвязано. Поэтому для того, чтобы избавиться от симптомов, которые вас беспокоят, нужно действовать комплексно. То есть нужно снижать вирусную нагрузку, нужно снижать токсическую нагрузку. То есть автоматически эти инструменты снимают нагрузку с ключевых органов, да, с печени, с надпочечников и других. Лимфатическая система тоже разгружается, да, и так далее. Поэтому, естественно, происходит комплексное восстановление. Задача каждого человека в том, чтобы адаптировать этот протокол для себя. То есть разобраться в том, как этот протокол выглядит, из чего он состоит и как его адаптировать для себя. Потому что приоритеты у каждого все равно будут свои, да. Акценты у каждого человека все равно могут быть свои. Они будут отличаться от другого человека. Универсального протокола нет. В Medical Medium есть 9 книг. Medical Medium и Anthony William, да, это синонимы. То есть Anthony William – это конкретный человек, который пишет, да, пишет книги. То есть вся Medical Medium информация собрана в этих книгах. Их важно читать, их важно осваивать, потому что там масса информации общей. Это общая информация. А у каждого из вас, да, своя задача, своя жизнь. И вам нужно научиться адаптировать эту информацию для себя, для своего случая. В конце февраля я буду проводить практический курс, который так и называется. Антивирусный Medical Medium протокол или эксперт своего здоровья. Потому что каждый из вас должен стать экспертом своего здоровья, да. Не соседа, не какой-то там универсальный протокол освоить, а конкретно разобраться в том, в чем нуждается именно ваш организм, в какой поддержке и как, с помощью каких инструментов это можно сделать. Поэтому, если вам интересно, да, я рекомендую взять это на заметку. В начале февраля будет открыта продажа этого курса. Сейчас можно записаться в список ожидания, то есть заполнить анкету предзаписи. И как только запись на курс откроется, я вас проинформирую об этом. На курсе, собственно, сам курс начнется с того, что мы проведем самодиагностику. Я объясню, как провести самодиагностику, как понять, да, как интерпретировать все симптомы, с которыми вы столкнулись, чтобы вы могли понимать свои приоритеты. То есть какие органы, какие вопросы в вашем случае требуют большего внимания. И, соответственно, свой протокол, свою программу действий, да, вы будете уже составлять с учетом этого. Опять-таки, протокол это не какое-то ограничение, это не какая-то диета, да, временная. Это важно делать в удовольствии, да, в комфортном для себя темпе, в комфортном для себя виде. То есть задача в том, чтобы вы смогли разобраться в этой информации и научиться применять ее комфортно для себя. И тогда вы не будете воспринимать это как нечто страшное, как какие-то ограничения. Потому что это образ жизни, да, с помощью medical medium информации, инструментов вы можете изменить свой образ жизни, этот образ жизни будет вас поддерживать и восстанавливать. То есть вы просто живете свою жизнь, немножко корректируете ее, питание, да, добавки, какие-то привычки, делаете это постепенно в согласии со собой, со своими желаниями, привычками, возможностями в конце концов и потихонечку укрепляете свое здоровье, да, восстанавливаетесь и вам становится лучше, избавляетесь от симптомов. То есть это все происходит постепенно. Вот, поэтому вот эти, да, моменты я хотела прояснить. Многие восприняли этот пост как приглашение на какой-то курс, который занимается сугубо восстановлением цвета волос, да, нет, то есть я провожу обучающие программы комплексные по разным вопросам применения medical medium информации, да, инструментов. И вот сейчас, да, ближайший мой курс будет именно такой, большой, глобальный, базовый по вопросам комплексного восстановления своего здоровья. Вот, поэтому говорила я в этом посте, об этом курсе. Если вам будет интересно, напишите мне после эфира, я вышлю вам ссылку на предзапись. То есть там небольшая анкета, ваши данные, имейл, имя, да, чтобы мы могли с вами связаться. Вот так. Отдельно руководство по восстановлению волос у меня тоже есть, да, вот еще об этом хотела сказать. То есть по восстановлению волос после выпадения. И в какой-то степени эти рекомендации подходят и для работы над сединой, над устранением седины, потому что, ну, общая, да, общая проблема. В любом случае нужно поддерживать, восстанавливать печень и надпочечники. Эти отдельные инструменты, да, у меня собраны в руководстве. Но что я хотела сказать, что это руководство подходит, если у вас есть база. Если у вас есть база и понимание, что такое антивирусный протокол, да, что вообще такое вирусы, как с ними работать, вот тогда руководство можно использовать как отдельные точечные, да, инструменты для решения конкретного вопроса, например, с выпадением волос. Я сама с этим столкнулась. То есть я летом тоже переболела вирусом, и через два месяца у меня началось сильное выпадение волос. То есть в июле я болела. Болела, ну, можно сказать, достаточно легко, потому что, да, к счастью, с помощью Medical Medium информации можно справиться с вирусами быстро. Но, тем не менее, через два месяца у меня стали выпадать волосы очень сильно. Это продолжалось два месяца, вот. Поэтому я сама, да, применяла все эти инструменты, которые я потом собрала в руководство. Волосы стали расти хорошо, выпадение прекратилось. Хотя я знаю, что очень многие сталкиваются с этим, ну, вот, более интенсивно. То есть выпадение потом затягивается, да, на месяцы, и не так хорошо растут новые волосы. Я довольна, довольна тем, что выпадение остановилось. Новых волос очень много я показывала, показывала в сторис неоднократно. Вот. То есть мне остается просто поддерживать это все, и надеяться, что новые волосы вырастут быстро, и все будет хорошо. Хорошо. Вот. Поэтому вот такой, да, момент. Вот база – это очень важно. База важна, и вот курс «Эксперт своего здоровья», который я буду проводить в феврале, он будет длиться два месяца. Это и есть ваша база. Это и есть ваша база, на которую вы уже можете, да, наслоить какие-то отдельные инструменты. У кого-то проблематичный кишечник, там вы подключите какие-то моменты по кишечнику. У кого-то, да, надпочечники требуют внимания, значит, вам нужно будет добавить инструменты именно по надпочечникам. Если ваш ключевой вопрос – это волосы, вы сконцентрируетесь на волосах. Но база, да, база очень важна, мы ее не можем игнорировать. Поэтому, если вы не знакомы с этой базой, и не понимаете, что такое антивирусный протокол, и вообще запутались, да, может быть, вы не так давно познакомились с «Медикал Медиум», у вас много вопросов, вам нужно освоить эту базу. Она несложная, но, тем не менее, информации много. Много, и я не хочу, да, обнадеживать, что это дело, там, одного месяца, просто делай его так, раз, два, три, и все будет супер. На самом деле, это большая работа, ежедневная работа, и она может продолжаться несколько месяцев, несколько лет. У всех очень разное, да, состояние. И люди сейчас болеют больше, и они будут болеть еще больше, потому что окружение, да, в котором мы живем, оно не становится комфортнее для нас. Наоборот, вирусов становится больше, токсичных веществ больше. То есть мы сталкиваемся сейчас с теми веществами, с которыми никогда раньше не имели дело. Та же радиация, те же токсические ароматы, духи, ароматизированные свечи, освежители воздуха, да, одеколоны, нефтехимикаты, пестициды, химтрейлы, которые просто каждый день, да, падают на нас с неба. То есть это все отходы этой химической промышленности, которая сейчас развивается просто ускоренными темпами. То есть мы все с этим сталкиваемся. Это неизбежно, что наш организм все это впитывает. И, конечно же, ему нужна поддержка, да, нормальная, качественная поддержка каждый день. Эту поддержку вы можете найти в Medical Medium. Опять-таки, да, повторю, что 9 книг Medical Medium на данный момент доступны. 7 из них уже есть на русском языке. Это очень просто, онлайн, да, или в печатном варианте, или в аудио варианте вы можете найти эти книги. Читайте их, они не дублируют друг друга, они только дополняют друг друга. Но это та информация, которая может вам помочь, помочь восстановиться и улучшить свое состояние. Так, сейчас я посмотрю, есть ли вопросы. Это все, что я хотела сказать. Сейчас посмотрю ваши вопросы. Привет соседнего острова. Ну, привет, привет на соседний остров, здорово. Смотри, так и так, и чем. Так, здесь про покраску, да, вопросы. Как влияет спорт на надпочечнике? По-разному. Речь о том, в каком состоянии вы изначально находитесь, и какой спорт вы применяете. Агрессивный, то есть активный, да, активный спорт, особенно когда очень сильное сердцебиение ускоряется, да, может давать дополнительную нагрузку на надпочечнике. Если спорт легкий, комфортный и ваше состояние достаточно крепкое, то это только плюс. А вот если ваш организм ослаблен, уже много симптомов, то дополнительная нагрузка может вас ослабить еще больше. И, соответственно, симптомы будут тоже проявляться быстрее. Так, кишечник тоже влияет на выпадение волос. Как его можно восстановить? Работает нестабильно, очищается не так, как хотелось бы. Но с организмом все взаимосвязано, все взаимосвязано. Поэтому кишечник может испытывать определенные трудности, да, и будут какие-то симптомы, но это не значит, что кишечник влияет на выпадение волос. На выпадение волос будет влиять состояние надпочечников и печени. Но когда печень перегружена, могут быть проблемы и с кишечником, да, и с желудком, и с кишечником. Плюс у каждого человека своя вирусная токсическая нагрузка. Возможно, у кого-то, да, есть проблема точечная, опять-таки, непосредственно в кишечнике, дополнительная, да, и это будет создавать проблемы. Как восстанавливать? Опять же, я не могу сейчас в рамках эфира дать какие-то быстрые решения, их нет. Важна база, да, вот важны ваши действия базовые. Это все входит в программу антивирусного протокола. То есть питание имеет значение, да, могут быть актуальны те или иные добавки, травяные экстракты и так далее. Это все влияет. Сразу могу сказать, что для всех людей будет актуально снижение жиров, да, пусть даже незначительное. Это даст колоссальную разгрузку и печени, и кишечнику, и желудку, и другим органам, и надпочечникам. Поэтому это один момент, да, и нет продукты. То есть есть список нет продуктов, medical medium, которые создают больше всего проблем. Вам нужно просмотреть этот список и посмотреть, от чего вы можете отказаться уже сейчас. Возможно, это не так сложно, как кажется. Многие не знают, что какие-то отдельные продукты создают проблемы в организме. Я планирую в ближайшие дни сделать публикацию, хотя бы нескольких, да, таких вот постов на эту тему. Так, вы замечательные. Ну, спасибо, спасибо за ваше сообщение. Как можно восстановить обсидины, чтобы были черные, и железо поднять? Про то, как восстановить, я рассказала. Как железо поднять, у меня есть отдельное руководство, в шапке профиля есть ссылка, как это сделать. Проблемы с железом, опять-таки, возникают из-за перегруженной печени, из-за вирусной инфекции в организме. Поэтому это тоже комплекс действий, да. Вот в руководстве у меня все расписано. Там расписано, как базовые шаги, как поднять, как разгрузить печень, да. Базовые рекомендации по снижению вирусной нагрузки, опять-таки, базовые. И очень большое внимание именно вот к вопросу железа. Из каких продуктов мы можем получить железо, какие добавки могут помочь удерживать, да, железо в организме. Опять-таки, это комплекс действий. Какая будет цена и сколько будет по времени. Курс «Эксперт своего здоровья», антивирусный протокол, будет идти два месяца, будут три варианта участия. Базовый вариант самостоятельный, где вы просто знакомитесь со всеми лекционными материалами, со всеми документами в электронном виде и сами работаете. Будет второй тариф, на котором у нас с вами дополнительные сессии внедрения, то есть мое живое участие каждую неделю. Мы будем разбирать дополнительные вопросы, и я отвечаю на ваши вопросы. То есть здесь будет прямое взаимодействие с вами. И третий тариф, на котором я буду разбирать отдельно два случая из числа участников и покажу на примерах, как составлять протокол. Как он выглядит, да, как и почему, ну, выбираются те или иные, да, инструменты для конкретного человека. Но я буду позже рассказывать об этом курсе еще больше. Я пока только вот вводную, да, информацию даю о том, что этот курс есть, он будет, и рекомендую к нему присмотреться, а также возможность записаться уже сейчас, чтобы вы ничего не пропустили, потому что мои посты то видят, то не видят, люди теряются. И если вы хотите, записывайтесь в предзапись, мы вас проинформируем по имейлу о том, когда курс начнется, и у вас будет лучшее предложение по цене. Так, 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 дальше сейчас я листаю вопросы ваши. Что будет в базе? Рецепты будут? Да, рецепты я всегда даю, конечно же. Материал курса, все базовые лекции, да, они будут одинаковые и для первого, и для второго тарифа. Там будет вся теория, все подсказки по тому, как построить протокол, как провести самодиагностику. Самодиагностику мы проводим вместе с вами в живом формате, это начало курса. Вот, поэтому там будет все, и подсказки по тому, как питание поменять, и как протокол выстраивать, протокол питания, протокол добавок и так далее. Так, о каких именно жирах идет речь? Подскажите, пожалуйста, о жирах, которые называются явными или радикальными. Да, есть такой термин, опять же, вы можете посмотреть у меня в более ранних постах, и эфиры на эту тему тоже есть. Есть, в нашем питании есть продукты, которые содержат много жиров. И тогда мы используем такой термин, явные или радикальные жиры. Это все животные продукты, то есть какой бы животный продукт ни был, продукт животного происхождения, в нем много жиров. Это значит, что если таких продуктов в вашем рационе много, нагрузка на печень уже большая, уже больше. Кровь сгущается, токсины любят такую кровь, больше нагрузка на сердце и так далее. То есть это один из вариантов, можно снизить количество животных продуктов в рационе. Также это масла, также это семена, орехи. Это не такие уже тяжелые продукты, например, семена, орехи, но тем не менее в них много жиров. Есть жиры в микроформе, например, во фруктах и овощах тоже есть жиры, но они другие, они более легкие, они биодоступные, они находятся в микроформе. Это неявные жиры. То есть есть явные, есть неявные. Так вот, масла, животные продукты, это явные жиры, там много жиров. А есть продукты, где жиры в микроформе, они очень быстро и легко усваиваются, например, зелень, например, картошка, например, бананы. Там тоже есть жиры просто микроскопические. Вот, поэтому когда явных жиров в рационе много, печень страдает, она перегружается. Очень много желчи вырабатывается, желчь должна быть очень такого определенного состава, да, способная расщеплять эти жиры и так далее. То есть много сложностей. Когда жиров в рационе меньше, то организм разгружается быстрее, да, и печень может направить энергию на другие вопросы, свою энергию может направить на другие вопросы. На хранение витаминов и минералов, на защиту вас от вирусов и так далее. На детокс, в конце концов, да, на очищение организма от токсичных веществ и так далее. Поэтому это важный вопрос. У меня, кстати, есть отдельный мастер-класс в записи по тому, как снижать жиры. Вот прям отдельно по этому вопросу по безопасному снижению жиров. Так. Все, я долистала ваши вопросы, вопросов больше нет. Отлично. Я рада, что я сделала этот эфир. Я надеюсь, что вам было полезно. То есть, да, еще раз подведу итог. Вопрос седины решить можно. Это не моментально, это не всегда просто, но тем не менее это возможно. То есть, избавиться от седины можно. Есть масса подтверждений, что это происходит, да. Когда мы даем своему организму то, в чем он нуждается, когда мы восстанавливаем его естественные функции, то есть, поддерживаем функцию внутренних органов, печени, надпочечников, иммунной системы, он работает оптимально, да, так как было задумано природой. Он эффективнее справляется со всеми трудностями, с которыми мы все равно сталкиваемся, и восстанавливается быстрее. То есть, все ресурсы внутренние восстанавливаются быстрее. Опять-таки, да, вот я говорила о том, что печень отвечает за усвоение и распределение полезных веществ. Но когда в организме высокая вирусная нагрузка, наши полезные вещества, витамины, минералы расходуются быстрее. Это тоже нужно понимать, поэтому я буду проводить самодиагностику, да, на курсе, чтобы вы могли адекватно оценить свое состояние и правильно проставить приоритеты в своей программе действий, в своем протоколе. Это очень важно, потому что вы должны реально оценивать свое состояние и соответствующим образом планировать свою программу, свой протокол, питание, добавок, да, привычек и так далее. Хорошо, я с вами прощаюсь. Я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Я планирую делиться с вами и другими историями исцеления. И если у вас будут возникать вопросы по этим историям, я с удовольствием буду объяснять вам. Последний комментарий прочитаю. Благодарю за подробный ответ. Мы всей семьей вегетарианцы. Животные продукты только молочные употребляем, но я подхожу к тому, чтобы и от них отказаться. Все молочные продукты, во-первых, жирные, во-вторых, они являются пищей для патогенных микроорганизмов. То есть, когда молочные продукты в рационе есть, все вирусные и бактериальные инфекции развиваются быстрее. Поэтому это здорово, если вы сможете комфортно, да, прийти к тому, чтобы снизить количество этих продуктов в своем рационе и, возможно, отказаться. Особенно это будет полезно, если у вас уже есть какие-то симптомы. То есть, очень многие люди не задумываются о питании до того момента, пока их что-то не начинает беспокоить. Когда начинают возникать симптомы, тогда и отношение, да, ко многим вопросам меняется. Тогда уже начинаешь копать и понимать, да, как все взаимосвязано. Можно до этого не доходить. Можно начать заниматься своим здоровьем превентивно, то есть не дожидаться, когда будет плохо. И это совсем другая история. Я бы хотела, чтобы люди начали думать так, да. Но, к сожалению, пока что мы немножко в другой ситуации. И люди начинают шевелиться только когда припечет, да, когда сильно заболеют, испугаются и уже получат определенный опыт хождения по врачам, поймут, что не все так просто, не все помогает, вот. И начинают искать уже, да, другие варианты. Медикал-медиум как раз вот идеально подходит для таких людей. Но можно этого всего не дожидаться и занимать более активную позицию, разбираться во всех этих взаимосвязях и заботиться о себе с самого начала. Все, я с вами прощаюсь. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Спасибо большое, что были на эфире, задавали мне вопросы. Пока-пока.